Пока в республике в целом ситуация спокойная. Обычно в зону подтопления в Чувашии попадают АлатР, Цивильск, часть Батревского, Комсомольского и Вурнарского районов. Пострадать из весенних вод могут 262 дома, где проживает почти 600 человек. Чтобы худший сценарий развития событий не произошел, сотрудники МЧС начали готовиться к паводку задолго. В эти дни идет распиловка льда на самых проблемных реках республики. Благодаря тому, что в прошлом году специалисты очистили и испрямили многие русла рек, ожидается, что заторов будет меньше. Тем не менее, спасатели держат руку на пульсе и готовы к любому развитию событий. У нас есть силы и средства. Спланирована группировка сил. Более 3000 человек личного состава, более 600 единиц техники и 38 единиц плавательных средств. При необходимости будут принимать участие и спасатели, поисково-спасательные службы, и сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам. И все силы и средства, которые у нас есть на территории республики, территориальные подсистемы РСЧС, готовы к выполнению данных мероприятий. На Волге сохраняется ледостав. Ожидают, что вскроется река не раньше 13 апреля. Такая же ситуация и на Суре, и на Цивиле. По сообщениям гидрометцентра Чувашия, высота снежного покрова на полях около 30 сантиметров. И по сравнению с прошлым годом она выше. Но снег уже рыхлый и мокрый. В середине апреля он начнет активно таять. Как поведет себя талая вода, можно только прогнозировать. Галина Титарчук, Николай Яковлев, Республика.